привет друзья вы на канале живая баня с вами иван бояринцев и сегодня вместе со мной игорь понасюк вот он так привет сегодня мы подводим итог полугодовой эпопеи полгода назад к ты ко мне приезжал и вот здесь я думаю будет ссылочка на твой приезд игорь когда ты привез мне впервые пленку зебра и мы ее использовали вегетарии в некоторых других вариантов давай разочарую вариант это было один год четыре месяца назад это был декабрь 21 года через 23 я так сильно выпадает времени на борода ты видишь полтора года прошу на почти ну гуку ты 4 значит у меня там должна быть не такая седая борода ну да мы же тогда выяснили что ты на год меня младше жесть жесть как я выпадаю из времени вот это хорошо или плохо что мы не следим за своими годами с одной стороны вроде хорошо это склероз с другой стороны склероз склероз замечательная болезнь ничего не болит и каждый день новости так что я не я и не страдаю я горжусь ну что сегодня у нас задача очень простая надо подвести итоги того что сработало и подготовиться к новым подвигам потому что у меня вот здесь вот над вот прям у меня над головой готовится еще одна комната которую мы будем топить зеброй потому и ты пообещал какой-то ноу-хау показать и разгромить все мои доводы и выводы по поводу геотермальной трубы и возможности ее применения в живой бане в живом доме и так далее в общем я понятно что буду драться я буду драться до последнего да легко за свои интересы я дерусь жестко да это с заблуждением это сын просто надо иногда ломать мечты то есть тепловые насосы тема старая она очень хорошо ровно времени она работает еще со времен и шмирских это называется это вот как это вот не жалейте заварки да вот старым еврейском анекдоте здесь то же самое все любят халяву вот одно время была такая тенденция и активно развивает всякие зеленые технологии просолнечные батареи и все такое ну казалось бы это же на халяву солнце светит то есть ты собираешь это тепло или электричество или нет вот и соответственно ты получаешь цена есть у всего то что оля бесплатное тепло она всегда иногда выходит боком всегда иногда каламбур как этот каламбур когда бесплатно это слава это плата без удача либо без за тебя платят либо ты беда или это самообман так вот и так есть такая штука герои это возврат инвестиций по солнечным батареям он всегда меньше единицы давай здесь вот сделаем такую вставочку и из википедии что такое герои расшифруем шикар людям было понятно мы тут наговорим сейчас страстей нет я не люблю эти всякие модные слова идея какая-то аббревиатура которая установлена она обозначает возврат инвестиций то есть для того чтобы получить какой-то процесс нужно сперва потратить деньги за того чтобы не замерзнуть в деревне в лесу зимой надо построить дом летом лучше да и все и дальше тогда вот эти ограждающие конструкции позволяют не терять тепло которое мы получаем например за счет печки и все так работает то есть цена дома это определяет ту халяву которую мы якобы могли говоришь о том что ты накопил летом а потратил зимой нет я еще до туда не дошел сейчас я дойду так вот и ключевой момент вот в этой штуке что у солнечной батареи кпд очень маленький то есть самых крутых там чуть больше двадцати пусть тридцать процентов это когда солнце в зените и она физически есть оборудование стоит по-прежнему столько же и вроде как за счет дело что очень дорого стоит именно аккумуляторы аккумуляторы имеют ресурс он маленький раз второе батареи надо тупо протирать потому что они пыли осаживаются снегом и так далее не все вот эти танцы с бубном превращаются в ерунду теперь самое главное почему это так неэффективно чтобы получить 1 киловатт энергии то есть тепла грубо все в тепло все равно превратится вам нужно сжечь например условных 10 грамм топлива просто его поджечь и все концентрация колоссальная чтобы получить этот же киловатт энергии солнечных батарей вам нужно там поле такое нормальное не знаю там 5 на 5 метров что-то такое это это же надо его получать статике у вас динамика у вас он то ли есть то ли его нет дальше возникают аккумуляторы и прочее и в этот момент никому не приходит такая простая идея по генератор поставьте с аккумуляторами и вы будете получать энергию тогда когда нужно не хватает аккумулятора взяли потом подзарядили но это все танцы с бубном поэтому не самое лучшее у меня есть знакомые друзья в германии которых тоже там государство всячески толка это не ставят это все на свои лена и технология но смысл этой всей этой индустрии ради индустрии государства в какой-то момент начинает стимулировать чтобы вы ставили солнечные батареи есть такая страна где много много велосипедистов живут великая британия да не такая она великая как оказалось то есть они тоже стимулировали каким образом ты на домохозяйство ставишь на крышу или в поле куда-нибудь у себя кучу солнечных батарей а дальше у тебя покупать по тройному тарифу электричество чем кончилось в какой-то момент сказали игра завершилась и все люди деньги кончились вы все поставили все и кто в этой игре выиграл как всегда западные технологии западные цивилизации жила всегда на чем наш выриве потреблятство нет они всегда всех кидали ну соответственно и своих первых кого рабов сделали ирландия потому что по советству были вот это первая часть теперь начинаем про тепловые насосы если бы мы жили день в краснодарском крае ты далеко зашел прям не на рима от адама до упрощать же не будем дальше интереснее начинается потому что если бы мы жили на в краснодарском крае где-нибудь на югах российской федерации это бы все может могло еще проходить потому что хорошо работают тепловые насосы в европе где много гор геотермального тепла наличие гольф стрима да потому что есть страны такие типа той же великой британии которая почему-то не мерзнет как санкт-петербург в принципе как бы по широте то не разгульс для не встал ну все идет к этому ну и в любом случае так вот что такое тепловой насос это холодильник наоборот то есть мы закидываем кусок мяса в морозилку и холодильник вытаскивает тепло и выплевывает его на задней стенке то же самое мы хотим наоборот когда мы устанавливаем тепловой насос мы берем с улицы тепло ну чтобы было понятно например максимально до какой температуры мы можем охладить это 20 градусов грубо может там какие-то есть нюансы ну будем плюс минус соответственно если вы видите что на улице минус 18 то вот эту дельту два градуса вы пытаетесь охладить улицу на эти два градуса вы по капельке берете это тепло и затаскиваете то есть вот все хорошо но мало очень второй момент начинаются еще всякие другие нехорошие вещи когда что-то подмерзнуть может конденсат и прочее но в основное то что вы его так по крупице не насобирайте столько сколько у вас дом теряет и соответственно есть разные мнения как это делать но самое главное что вам нужен получить больше дельту где и взять самый простой вариант под землей делают глубокую скважину и у меня есть теперь знакомый мы ездили в ассоциации глэмпинга и общались в перми есть ребята которые установили геотермальный насос тепловой они берут со скважины воду поднимают снимают и тепло выкидывают в отель отель квадратов там 800 по моему или 700 и все топится отлично работает это у них уже лет шесть и это классно цена вопроса конечно не очень хорошая потому что это скважина которая 70 по моему не отрываемость будет лет 15 да ну в их случае отобьется в любом хотя в пути что то может сломаться но мы это отдельно обсудим вот то есть они берут эту воду но скидывают ее не опять в эту скважину скидывают в дренаж и поэтому всегда берут оттуда тепленькую воду снимают дельту скидывают ее уже отдельно теперь второй вариант есть поля рассеивания когда мы горизонтально делают целое поле укладывают зигзага обратно трубки и начинают с них снимать это скорее мой вариант хотя я не делаю зигзаг вот в нашем регионе это всегда заканчивается плохо почему потому что у нас глубина промерзания грубо полтора метра закопали мы это на 2 казалось бы не достанет вы же сами охлаждаете когда вот у нас началась осень у нас 0 начинает потихоньку опускаться вниз под землю это не из пример засунули сразу мы еще и оттуда вытаскиваем в итоге чего происходит у нас начинается промерзание грунта вспучивание ваши шланги все поломались это очень дорого восстанавливает а если воду а если воздух с воздухом немножко проще да но что я на работу с воздухом все классно только воздух мы берем откуда с улицы он уже холодно мы его пытаемся подогреться за счет того что у нас земля накопила это бесплатный аккумулятор тепла какое-то время он проработает вот ты мне сказал для меня это уже удивительно что тебе хватает до февраля если принимать во внимание что у нас ну грубо говоря морозы начинаются ну конец ноября да там сейчас как-то потеплело маленько декабрь да то получается хватает декабрь январь и середина да то есть внутри месяца пусть на три месяца те хватает это ты на 50 метрах вот смотри мы пишем интервью 1 марта вот сегодня 1 марта и 1 марта на улице практически плюс-минус 0 да то есть вчера был даже плюс сегодня из 5 года до сегодня там плюс 3 сегодня я вам лыжню прокладывал так маялся потому что снег уже сырой рыхлый и так далее и это говорит о том что на улице я уже буду забирать не минус 20 минус 40 они я буду забирать плюс 5 плюс 3 днем и минус 3 минус 5 ночью это тоже легко все объяснить есть такая штука это превышение над окружающей средой если мы берем температура минус 20 за бортный воздух и даем ему дельту которую можем собрать например 20 градусов это максимум что там под землей на этой глубине температура будет плюс 9 до грубо плюс 6 плюс 9 до это там а мы загнали 20 то на выходе мы получим что-то около нуля всегда вот да именно это мы получаем всю зиму да и и фактически нуля мало ну просто мы получаем 9 воздуха не очень холодно мы получаем воздух который грубо говоря ты открыл форточку но ты открыл форточку не в минус 40 до а ты открыл форточку в ноль вот в ноль градусов любой может открыть форточку и он многое не потеряет но когда он делает это в минус 40 он уже форточку не открывает и задыхается поэтому самые лютые морозы минус 20 минус 15 минус 30 минус 40 в это время геотермалка приносит свежий воздух неизменный неизбывный постоянный свежий воздух в дом в баню и за счет этого мы получаем экономить не только экономим мы получаем возможность взять свежий воздух с улицы без шума без какого-то рекуператора с электро насосами вот хотел как рассказать есть еще один вариант интересный нагреть трубу трубу до если пусти обратно туда воздух на сильно то есть когда у тебя набралось достаточно но это насильно и вот это меня как раз беспокоит нормально насилие в нужном объеме помнишь битье определяется знание это так знаешь почему потому что такая насильно и загоняние воздуха да то есть вот этот вот вентилятор он будет шуметь и вот это мне не а ты не услышал что я хотел сказать есть другое у тебя эта труба замерзла к февралю то есть она перестала отдать а у тебя есть период как-то перетоп у тебя уже дома тепло тебе столько тепла не нужно гони его в трубу на улицу назад опять подогреешь весь этот объем и все ты его накопишь там опять туда обратно да да не нужно оттуда брать ты уже все проветрил ты горячий избыточный воздух пустил вентилятором назад он подогрел в трубе весь а потом когда нужно ты его себе опять назад заберешь ну если туда-сюда мы гоняем воздух да почему ты каждый раз перетапливаешь ты не можешь попасть дровами точно тебе уже жарко например ты вот ну ладно пусть тут будет уже уже в это время включаешь мотор и гонишь трубу хорошо гоню в трубу а приходит откуда из печки вот все что ты с печки получил ты делали отдельно по трубам дышать ничем оде я возьму кислород этим поразвлекаешься один час тебе хватит этого кислорода один час когда у тебя максимальная температура в печке кинул туда горячий воздух подогрел там потом включил по естественному опять пошло то есть ты избыток туда периодически закидываешь чем печка плоха всегда перетоп ты не можешь отгадать точно сколько тебе дровиши кинуть что получить тепла сколько надо при большом при большом объеме получается ровно то есть я вот достиг вот этого высокого дзона когда я закладываю одну протопку и у меня получается ровно в течение там суток и вот всю зиму у меня ровно в течение суток то есть всегда одна протопка дети топят они уже знают они как по часам все это делают и при огромном объеме но там сколько у меня пять тысяч кирпича это все классно работает пока не меняется температура за бортом как только ушел в мороз то уже вот то количество уже его мало или наоборот потеплело на улице ты перетопил тебе жарко ну я но я это я это компенсирую каждый второй человек компенсирую электричеством каждый второй человек меня спрашивает вопрос такой сколько будет потреблять сколько будет тратить электроэнергии я пардон не иисус христос я не знаю потому что я не знаю какая будет зима ты уверен сколько ведь абсолютно вот прям иисус был уверен что он несут вот я вот это не беру то есть ну проблема в том что это невозможно посчитать это уравнение в котором неизвестных вот просто на пальцах сколько ветра и какая с какой стороны с какой силой он дует потом какая температура за бортом какую температуру вы внутри хотите как часто вы открываете двери как какую у тебя и у вас где-то какое удаление теплопотеем по потерь вот 5 я уже только на раз назвал и причем они все вот такие вот и поэтому не отгадать и когда мне горит я говорю есть эмпирический способ он основан на том опыте который мы получили за 15 лет работы и статистика нам говорит что мы не выходим за диапазон 11 киловатт в среднем по зиме на квадрат это очень приличные цифры факт 11 киловатт в среднем по зиме 1 квадратный метр отапливаемой площади чем сравнить ни с чем не надо сравнивать мест прошу цифры и даю можешь посчитать смотри 100 квадратных метров дом берем 11 киловатт так и до стоимость умножать и получается у нас до что-то получается ну давай возьмем на 2 что давать легко 5 рублей киловатт не давай не будем столько брать не хорошо считать трудно от 2 возьмем рубля 2 рвляки вода 22 рубля у нас получается отопление квадратного метра в час а в месяц весь месяц месяц в месяц до 22 рубля одного квадрата дожди 11 киловатт да ну дальше на эти уже умножаем на квадратуру так что квадратов 100 квадратов на 22 рубля 2 200 до 2 200 мы протопили дом да ну это эмпирически это нет это у нас среднее по зиме у нас в декабре но манер были морозы стало не 6 тысяч где-то было 6 а в ноябре было тепло стало одна тысяча и вот среднем по зиме если посчитать будет 2 200 вот это так работает это проверено фактически обычно меньше получается это уже тоже но опять же я говорю это все сильно зависит от того например было очень влажное лето стены промо промокли да мы их просушить не успели в зиму вода проводит тепло в 20 раз лучше чем сухая стена а в ней много а когда она замерзнет а зимой она замерзнет снаружи то лед 80 раз и это еще раз ухудшило вот все было отлично отлично и тут что-то все сломалось у нас еще есть интересный опыт когда мы запускаем замороженные здания его строили и зимой решили сделать отопление вы сразу готовьтесь что это будет дорого почему потому что лед тает следующим образом вы это на на реках видите когда вот температура уже сильно в плюс а лед лежит потому что ему нужно набрать какое-то количество теплоты то есть вот он нагревается до нын а потом стоит ступеньку набрать определенное количество теплоты и после этого уже пойдет на тайку и то же самое с дому вы загнали кучу влаги заморозили теперь вы их загнали в ноль на ноле стоит у вас температура плюс 6 может неделю стоять и потом как только эта вода превратилась лед в воду все температура пошла уже дальше начинается высыхание стен особенно это замечательный материал называется автоклавный газобетон у нас это инстиблок он выходит с производства 80 процентов практически влажность и всего а сохнет он уже естественным образом если вы его не успели просушить извините это все за ваш счет а то есть его надо весной вставить коробку для того чтобы запускать отопление нужно в теплое время это та самая халява который ты пользуешься пока солнце да пока сон надо протопить просушить и козьяка зайти в зиму имя не дать все это тепло потерять и сохраненным тихонько не дать замерзнуть стенам потому что 8 процентов влажности все это замерзли столько влажности в инси блоки да в этой цифры от не мои ну то он так производится там же нет цемента это силикат так что это нормально но вообще все материалы строительные которые большинство они изначально очень важный потом сушит ну да даже кирпич даже кирпич и море за счет пористости мы получаем чем больше в материале воздуха тем он теплее я просто знаю что печи мы иногда сушим по месяцу по два да и причем очень плавно потому что если да и очень мягоньками а не очень хорошо заканчивать огонька выводим печь кстати готова ли зебра греть сушить печи вот если зебру используют для просушки печи чтобы не перри топом и и чтобы ее не выгонять на перегрев потому что печь боится перегрева когда мы ее разгоняем приходится щепочками 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 это очень долгий процесс никто не выдерживает у всех задают нервы они начинают уже полную топку и вперед и если там не нужно никакой технологии варианты есть какие это обыкновенная тепловая пушка с терморегулятором на ней ставится температура просто у вас температуры высокие нужны все равно потому что температура пламени она тысяча с плюсом градусов но на кончик да вот и надо понять что хотите то есть это легко ставится датчик он прям будет его поддерживать то есть вы ставите право дать воздушные тенда чик можно поставить на трубе на выходе и вот бегать как захотите нет лучше мере температуру там где вы ее хотите получить мы ее там на трубе и будем мерить это не факт и что интересно то есть нужно вот датчиков может быть много и каждого из них будет управлять включить выключить поддержать это вот мы этим и пользуемся у нас температура в нашей системе поддерживается с точностью до 1 градуса мы пробовали больше гистерезе ставить меньше вот градусы топки надо с печниками пообщаться и подумать какая какой режим на вывод печи им необходим и как этого режима добиться это можно с ним это легко есть прям готовые но тогда тепловая пушка может быть сделано на основе этой же пленки ну пленки не факт почему потому что у нас все-таки нагреватели низкотемпературные не до 100 градусов а вам возможно лучше было возможно будет поэтому это буду жду и газовый дн они прям красные они тоже красный цвет металла это уже говорит о том что температура градусов 700 800 то есть металл краснеет после 700 до там время есть прям шкала и показывает какой белеет это уже больше тысячи это уже больше тысячи то есть если труба в печи в бане белая значит больше тысячи градусов это бежать из баня надо мне кажется ну я бы воли красный тоже убежал до эту прекрасной печи я уже удираю я предлагаю сейчас прервать философствование а потом по философствовать еще немножко за обедом а сейчас сходите посмотреть как сработала пленка в вегетарии и как она сработала люма композитный нагреватель пленка этого прошу прошло пленкой она горит она у нее нет заземления у нас алюма композит это серьезно много как бы так назвать чтобы одним словом ну да ладно мы уже пытались это сделать тяжелая история вы теплопотери куда же просто куда же без это сотовый поликарбонат как вот это знаете такой хороший снег это прямо а ну так он теплоизолирует то есть умышленно там лежит ведь естественно мы его заказываем ничего но здесь как видишь они живут в тепле то есть у них подстилка она теплая из-за этого в общем-то я не переживаю здесь по температуре вот если посмотришь вон вегетарии сейчас плюс 19 наверху здесь мы датчик сдернули надо поставить на место его здесь градуса 22 здесь где-то 20-22 всегда держится а на улице сейчас минус один короче хватает тепла и кроликам и козам а там он козлята смотри смотри какой дурдом эй-эй вылезать не вылезать вот так вот виталь вот вот они мелкие их тут просто тьма просто тьма такие смотри не все пальцы обсосали куда поскакал то есть смотри у нас наверху сейчас плюс 19 78 процентов важности 80 процентов и здесь датчик показал бы сейчас 2221 а здесь на улице минус 2 сейчас пошел на минус уже солнце ушло зашло и пошел на минус но 19 держалась практически всю зиму ниже 13 я не видел один раз зимой ночью видел 11 плюс 11 но как бы зебра вывезла всю зиму помимо того что приносит скотник помимо того что приносит печка мы ее один раз в день так топим только на ночь но она как она компенсирует она компенсирует перепад да а все остальное время работала зебра причем она работает примерно 1 и 3 киловатта вся эта стена берет ну где-то около полутора киловатт при включенном режиме и дает всегда только 40 градусов еще плохое решение в нахлёст тоже неправильно то есть они не должны друг на друга заходить нахлёст и не надо крепить на скобы да так то есть у нас две ошибки до при монтаже то есть все правильно этикетный новый монтаж мы начнем и при много же уже еще могу рассказать одну штуку да вот это вот штука в ф это вон флот типа англицизм такой это теплый пол и они более слабый вот те которые я привык эти слабее эти слабее те 45 ватт каждый но мне надо было здесь слабый чтобы не жрали обрешком сильно это не жрать и это разные вещи тепла они дают больше просто их можно было поставить на треть меньше и то же самое тепло бы дали прошки они мощнее у них вот каждая про 66 ватт это каждая 45 ватт температура ноги было поставить зебру про до их было бы в на треть меньше можно было бы поставить а по количеству до металл у этих мощность обусловлено тем что ногам больше не надо поэтому нет мне там подарили на халяву поэтому я помню этого человека даже который да и поэтому смотреть зеркал поэтому мне было выгоднее то что дали то и прикрепить да вот теперь нюанс вот скобы чем плохи дерево она такая штука которая когда нагреватель рядом она подсыхает и скобы выпадают ему вот на том нагреватели видели как она выпала только пресс-шайбы то есть землю сделали молодцы да да с нахлёстом тоже не надо то есть можно без зазора но один на другой не надо вот как вот там вот вот потому что это нагревается это когда два продукта друг друга нагревать температура на них еще выше становится это не нужно может быть перебор да ну как бы все работает я вижу да и прямо я стою я чувствую что вот она прям идет тепло и лица там и в прошлом году видели безумное количество раз его смотря не справился да его я поставил конденсат уловитель да помнишь ты мне рассказывал про него вот он он готовый работает в одну ну пожалуйста и он за зиму в общем-то вытащил весь конденсат отсюда вещь не зря при вот одна труба одна труба и она сработала она вытащила но мы еще и второй потолок сделали но мы потеряли солнце за счет второго потолка мы потеряли солнце я тоже предлагал этот вариант решить надо вот эту штуку съемную делать было но она так от болит или съем полиэтилен то есть в рулон когда нужно раскатал провисает и потом там уже начинает здесь всегда компромиссы к сожалению приходится вот думать компромисс а зимой у вас в эфире солнца снег убирать пробовать здесь кстати снега нет заметь здесь снега снег только на следующее говори за то что теплопотери нормальный теплопотери здесь прям не мы реально красиво снег немножко есть все таки наверное не вот вот в этой части и он спадает вот смотри вот тут вот где форчика открывается на время от времени у нас открывается даже зимой да у нее там термо самый открывай видишь все чисто и вот эти они тоже чистые здесь нет снега снег доезжает до теплицы и уже над над теплицей а там теплопотери меньше потому что нечего терять там нет тепла вот над теплицей он уже лежит и теплицу мне прямо продавливает хорошо так придавливает еще не продавила но может беречь на это подозрение что может и продавить и у меня сейчас пока еще только только первые посевы пошли потому что жена в этом году сказала так пока не не увижу что сухо в вегетарии не буду ничего сажать но теперь увидел сейчас увидела все она к весне пришла тогда нам нас поверила с тобой убедилась до убедилась что мы высушили вегетарию в результате у меня реально у них сухие стена да я же помню они прям прям реальность сухие нет вот этих потеков воды как это было но не зря приехал не зря вообще не зря то есть я учусь и учусь у всех кого только могу в общем спасибо вот вот это сработало это прямо кайф и черные бутылки ты спрашивал что это такое это компенсаторы там соленая вода внутри и они днем нагреваются ночью отдают все получается самый элементарный тепловой тепловой аккумулятор да и мы их раскладываем прям под растения под корень растения рассказать раскладываем и под корнем растения они работают штука спорная ну как вариант но работают ты говоришь что и гитаре можно сделать лучше ну самые простые варианты то есть теплопотери устранить вот сейчас вы сделали частично это нюанс получается поставили какой-то второй слой вовсе со всех сторон у вас есть отверстия по которым циркулирует воздух это будет приблизительно как наполовину забеременеть ну да это это не для теплопотер для устранения до только до от конденсата может быть даст на него собираем конденсат если с этой точки зрения то нормально а так вообще я бы просто натянул там пленку вторую на зиму и все это дешевле проще но для теплопотерями до устранение типа по есть ее летом сворачивать в рулон зимой опять разворачивать ее году на два на три на что если эту пленку сбросить сбросить сверху они снизу снизу это очень сложно сделать сверху вот сверху я положил ее раздавит и и снег раздавит не получится здесь вот как раз есть еще этот ткань укрывная как вариант она солнце будет рассеивать это же вариант она но она тогда уберет солнце вообще зимой ничего расти не будет потому что укрыная ткань убирает солнцем 0 и возьму и так немного ну но его и так мало мы чего она рассеянная она будет даже может лучше ну вот не спорю сейчас лучше вот что эти в прошлый раз говорил за штукатурить сейчас вот в этот раз мы приходим результату прям налицо на зашнюка говорили снаружи за эту за это лето и внутренние тоже за это лето мы снаружи успели заштукатурить и поставили 5 нет трехсантиметровый пеноплекс хорошо стенам то есть у нас по щелям ничего теперь не источник влаги у вас изнутри до закрывать тоже вот это заканчиваем это тоже хорошо просто не все успеваю остальное ну как бы нет предела совершенству будут это еще есть нюансы если вам нужно тепло для растений есть еще вариант сделать рамки нагреватель прямо на рамку ставишь и над растением ее опускаешь она сильно не перекроет тепло и она даст тепло именно в той точке где он и нужно и свет надо сразу нет она будет на расстоянии свет с боков попадет то есть в тот момент когда вот вегетация идет это важнее чем свет будет света хватит скорее вот это будет работать это как раз догреть если нам какие-то огурцы они требовать ли но для этого можно взять те же сушилки броши нет про нагреватель который 66 ватт у нас еще есть серия sn 120 ватт ну захочешь я тебе тоже дам попробую но они мощные они в два раза мощнее чем про то есть 120 ватт а мы не сожгем растение не такой дуни на них температура 70 градусов а вот так 120 ватт на 70 градусов до не выше 70 больше проза разгонять станете у вас даже меньше будет потому что у вас там не высокая температура плюс 19 вот один достаточно будет терморегулировать чтобы он все остальные по образу и подобию от него отключались давай следующий объект который я тебе хотел похвастаться он находится прямо вот здесь вот за печкой но снять его крайне трудно потому что это между печкой и стеной мы с тобой в прошлом году определили что тебе нужно для твоих печей забирать воздух с улицы да и лучше его подогреть туда момент когда печка холодная даже и я тебе предложил что сделать теплообменник в котором интегрирован нагревательный элемент как через который будет проходить воздух и подогревали на воздух пассивным каналом будет проходить то есть без без напор без напора да без тихонечко обмениваться то есть поднимать температуры уже его выкидывать через печку сюда вот это был вариант такой сырой поэтому рояль в кустах мы специально для тебя из-за тебя начали делать сотовый нагреватель который и то есть и ты хочешь сказать что мы с тобой одной и той же тропой шли в течение этого года не я это делал на печке у меня ресурсов больше я это делал у себя вон там в короб засовывал значит панели и они в результате сработало единственный единственный минус через эту трубу научился кот ходить в дом пришлось еще закрывать не пролезет здесь не пролезет плюс здесь я вижу минус это вот нагнетатель ну то что он шумит он шумит сейчас я давай включим давай послушаем как он шумит так на нас с тобой два микрофона он здесь вот да то есть у него достаточно не во первых вот эта штука может вообще не быть она здесь стоит потому что это тепловая пушка здесь стоит термодатчик на котором мы задали температуру какую-то задаем ее да то есть это обыкновенный любимый китайский терморегулятор вот здесь у нас спрятаны нагревательные элементы а это вся штука нужно для того чтобы увеличить площадь теплоотдачи мы соответственно отсюда забираем воздух так он втягивает и отсюда его выплевывает если его не регулировать то он может при комнатной температуре градусов до 90 максимум 90 это я задаю столько обычно если вы кинем сюда при плюс 20 до 90 где-то разогнать сейчас он стоит на 45 нет сейчас он стоит на 70 на 70 и вот он еще не разогнаться вот сейчас мы наказаем уже разогнать да он достаточно динамичный и все в вашем случае термодатчик остается а вот эта штука убирается у вас есть сквозняк естественный приток воздуха который прогоняет все это а вот этот прибор не даст ему перегреться и все а мы же можем оставить вентилятор на включать его только не обходя вы можете его потока по необходимости хочу добавить быстрее тогда он будет работать не гости на пороге в доме холодно включили да продули все пришлось это получается тепловая пушка причем это вот весь вот этот объем он греет обычно тепловая пушка выглядит так это труба в ней горячий пен такой рассталенный и сквозь него будет воздух площадь теплоотдачи на этом ты не никакая поэтому температура дурная а у меня площадь теплоотдачи это вот весь объем соответственно вот этот все да как ажио нагреватель да то есть нагреватели нет нагреватели вот в щелях ну они внутри да но но вся площадь это все площадь алюминий растаскивает и воздух проходя от самого начала до самого конца снимает и вот сюда вот оценивали уже эту пушку сколько она сейчас нет это прототип я придумаю но тебе-то я в любом случае не бесплатно но я-то халявщик а мои ученики а нет а потом мы ее да мы ее определим ну надо понять хотя бы уровень цены слушай она будет дешевле чем печки которые это вот эти тут тепловые пушки которые продаются но это понятно но опять не в ней не будет ничего цену шеф цен все будет но какой-нибудь не знаю там уровень там до 10 тысяч 1 за листа мнения я думаю тысячи три это предел то есть до 3000 думаю да пока пока так а что если мы не убираем вентилятор во первую включаем только и при необходимости вентилятор не помню не помешает пассивному канала 8 нет туда зрели на большой этот грей хорошо и второй момент боится ли это вся хреновина конденсатор потому что мы всегда получаем конденсат вот смотри нагреватели у меня айпи 67 кратковременное погружение под воду выдерживает мотор вот этот он реально может воды бояться ну причем это то же самое что на компьютеры стоят столько большой ну кули да поэтому сколько он проживет за него я не могу ничего сказать вот эта штука она вообще может стоять другом ну да она может и все то есть только мотор может обледенеть потом не пойти да это не убить алюминию ничего нибудь нибудь то есть если мы работаем без мотора или мотор ставили учился да сейчас как только остынет ниже 70 опять включится потому что если мы мотор ставим где-то не на проходе в защищенном режиме или на выходе наоборот можно да можно тянуть тянуть даже экономически правильный телегу толкать перед собой всегда труднее чем тянуть за загадок можно то есть мотор поставить на выходе внутрь дома и его стоит он будет разряжение создавать да и будет и теперь возвращаемся к гиатермальной трубе гетермальной трубе выключал ты же говоришь что гиатермальная труба дома убедились он работал что гиатермальная труба не настолько прибыль нам не настолько интересно в конце зимы да то есть вот там до середины зимы работает потом значит выключается я могут подтвердить до середина февраля у меня 50 метров трубы она перестает работать но в это время на улице уже тепло и мне она уже не нужно давай по-другому посчитаем все из экономики исходит сколько ты потратил на эту трубу даже вот как ты говоришь халявщик один день работы трактора денег один день работы трактора это в две с половиной тысячи на сегодняшний день в час это получается ну скажем шесть часов он у меня там копал 6 на два с половиной получается у нас сколько ну порядка 15 18 хорошо для своего пригнать угнать 20000 20000 у него труба и 50 метров трубы по стальной нет это пластик 150 канализационная труба можно мера или в оранжевая 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 более дорогая ну потому что на землю серую не положить я видел как кладут поэтому я и спросил я много чего видел своей жизни много чего переделал потом так вот оранжевая труба я не знаю ее цену на сегодняшний день но любой может посчитать слушай но я так подозреваю что одна труба если она 150 и она рублей 300 так как здрасте я думаю больше и суммарные мероприятия потом это обратная засыпка или ты засыпает 13000 15000 как минимум на трубы а то и 30 до может над на трубы давай 20 на работу трактора трактор закапывала до из разговаривала то есть ну грубо полка один день я теперь давай пошел ты в этом случае получаешь энное количество киловатт сэкономленных ну да 50 тысяч рублей вот это вот штука 500 ватт всего 500 так соответственно за час она сожрет при тарифе даже пять рублей возьмем аж два с половиной рубля и температуру повысить достаточно существенно ну да вот теперь посчитаем этот 50000 условной халявы сколько лет только ли мне нужно развивать да это вот как раз почему геотермальная встала потому что у меня не было здесь электричество которое бы позволило работать даже этому прибору потому что у меня диодные лампочки не запускались у меня было 80 но жизнь-то наладилась ну вот после того как мы написали несколько там не прошение о злобных писем то есть кого-то посадили кстати ты кого-то посадили грех на душу взял ну не я эта прокуратура они фиг воровать они оказываются давным-давно электричество уже провели в нашей деревне по бумагам а потом оказалось что ничего не проведено так вот кого-то посадили кого-то перри переназначили кому-то передали в управление все это дело поставили 3 ты пушки поменяли полностью все провода по всей деревне нас провели сюда до сипы поставили и провели сюда вообще другую магистраль то есть много столбов поменяли еще не все но идет еще работа все это продолжают два года и вот только сейчас жизнь налаживается и сейчас я уже могу там вегетарий там топить вот эти полтора киловатта в час туда тратить там где-то да где-то полтора киловатта стены давай тогда еще раз вот твоя ситуация которая с электричеством она будет считаться все-таки из разряда нестандартных то есть в основном у людей самое стандартное у людей есть и такое небольшое количество электричества они найдут под эти цели то есть большую часть они снимают с печки а разницу добивают пушка этой аля теплообменником этим поэтому убиваться с трубой это вот условная халява которая непонятно сколько будет отбиваться ну поэтому вот шут его знает у тебя нормальный вариант был что она где-то на улице берет у тебя есть затвор поэтому вот этот вариант эффективнее а если их совместить если мне сейчас просто на трубу поставить выпушку без проблем в отлично будет работать только следующий раз ты мне скажешь параметры я под тебя изготовлю твой размер она может больше и меньше по киловаттам на выходе да ты мне дашь параметры еду могу почти круглой сделать я под нее сделаю на лазере оснастку знаешь ты его сунул знаешь почему я могу сказать что у меня сработала геотермальная труба вот эти 50 метров и что она никогда не промерзла у меня на выходе из этой геотермальной трубы погреб и в погребе у меня лежит картошка у меня лежат банки и так далее так далее ни разу не было минуса то есть в погреб до минуса не ушел ни разу это значит геотермалк сработал и уже из погреба я забирал воздух в дом так вот твою пушку я бы поставил на переход из погреба в дом ну как вот где я бы и я вот единственное что меня смущает что в погребе воздух как правило такой слегка сперта знаешь почему потому что нет притока ты нет потому что картошку своровали ну спертый воздух в доме было все ворона и даже воздух спертый но на самом деле потому что не было обмена обмена воздуха а картошки это полезно чтобы там обмен был карту за тоже не любит это ну и при это верно власти при той влажности которая есть 80 процентов примерно она нормально так вот еще где ты еще и влажность таким конечно у меня аж конденсат в трубе образует большое количество влажности у меня получается сырный погреб то есть в нем можно сыр и хранить фуэт у него 80 процентов влажности но при этом постоянно сменяемый воздух хамон будешь хамон черный свиньи андалузская будет да что нет это не андалузская это будет это у нас венгерском анга лица нет 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 ты у гонка ты у гонская ты у гонская ты у гонская черты логинская 4 ты черная черная ты логинском этот самый свинья свинья до хамон из нее сделать надо ферменты привезу слушаю я возьму я про меня отказываюсь я ни от чего не отказываюсь все что дохнилась выдает надо брать беру и выбьют надо бежать и так получается что мы сейчас вот уже имеем рабочую модель которая висит у меня на печке там несколько пленок но не пленок панелей алюма композитных панелей это зебра его 30 выучил и она всю зиму проработала все гости у меня остались довольны ни разу за всю зиму мне не пришлось открывать окно то есть воздуха приходит достаточно при этом не было холодно наоборот было даже еще и жарковато временами потому что если это все работает все вместе и печка и вот это вот эта штука она поддерживает с точностью до градуса у нее есть конечно некоторые перетоп мы видели что когда до 70 это не к нам начали бездора можно перетопить не дотопить и так далее то есть вот эта штука как раз компенсирует вот эти вещи и не будет на такого это тоже плюша ну у меня есть такой великий соблазн сейчас взять и эту штуку ввести прямо в разряд обязательную для живой бани потому что в живой бане одна из главных позиций это вентиляция ее наличие и робот способность у нас в возник такой вопрос мы сейчас очень активно сотрудничаем с компаниями которые строят модульные дома у нас же пик национального туризма пошел и очень много людей строят мы были на всяких там симпозиумах это строительных сараев казани еще ездил там по людям общались и у многих как раз запрос именно по подогреву вентиляции так называемые бризеры и вот есть у меня такой друг неяс в казани и мы он мне дал тех заданий есть стандартная полимерная труба прямоугольная она не знают а вон она у меня баня висит вот я под нее прям сделал картридж он туда вставляется и больше 10 на 200 да да и все и она прям шикарно работает вот это уже изделие сделано специально под стандартную трубу не ошибаюсь 2 200 на 40 что ли сейчас померяю причина стандартная вентиляционная труба до 200 на 40 миллиметров внутри лежит вот такая штука это принудительный надув но это он не всегда обычные два кулера до от компьютера вот есть блок питания и он же управляет такой замечательной вещью я как этот как терморегулятор то есть если кулера не будет а он будет стоять вертикально то забирая воздух с метра над землей он его отлично будет выплевывать под потолок уже подогретым то есть вот эта штука бризер готовый корпус не нужен потому что мы его вставляем стандартную трубу и вот эту штуку мы вставляем можем ее включать можем нет она почти не слышно потому что два таких кулера это тот же самый эффект что у компьютера он почти не слышен но этот звук ноутбук да вот и он бы очень тихий потому что у всех претензиях к бризерам что даже на второй скорости спать уже невозможно они сильно шумят а это вот прям хороша то есть вот эти в нем и этом но при этом эксплуатационные свойства насколько изменятся намного лучше чем больше у меня площадь теплоотдачи а он у нас полметра здесь нагрева то есть он отсюда забрал воздух и по вот этим ячейкам у меня проходит воздух и вот за все это расстояние он снимает тепло с алюминия и дальше отдает его воздуху и здесь выкидывает в стандартном так скажем бризере у него нагревательный элемент он с кулак размером поэтому это все намного тяжелее нужно больше поток воздуха создать то есть давление избыточное это шум он забивается веселей от этого потому что мы туда заталкиваем большее количество воздуха в маленький проем ну а дальше это уже вскрытие пока что вот мы сейчас сделали прототипы и отправим их уже на испытание то есть можно ее с притоком можно без притока мы поставили на нее два маленьких кулера можно их включить можно не включить и соответственно это воздух который забираем с улицы чтобы он заходил без ине а пластик не потечет нет нагрева вот у нас там стоит ограничитель температуры механический плюс там есть также терморегулятор который отсматривает если температура высокая земление цветовое у меня то что это это высокий класс пожарной безопасности это про неопившийся заземление до защиты от влаги направленный тепловой поток это мы все любим спасибо спасибо за новый подарок потому что вот эти сейчас панели уйдут на второй этаж но потом я не поставлю на потолок и когда это будет все готово я обязательно сниму и посмотрю и уже пробегу с тепловизор до ролик я тебе перекинул на нашем сайте на ютюбе послога к называется монтаж потолочного отопления мы его сделаем сейчас прикрепим здесь в первом закрепленном комментарии и сделаем его внизу под видео в описании лево шаг вправо расстрел то есть чтоб точнее точненько никаких скрепок больше скобы не надо саморезики недорого же оцинкованные взяли все красиво все точно по виду все своим монтажникам я его зашлю и всем ребятам которые занимаются монтажом живых живой бани и живого дома я им тоже разошлю это видео чтобы они понимали о чем речь и это видео тоже я думаю что это будет прямо учебное пособие супер а такую коробочку я у тебя под свои стандарты уже закажут их задания до тех задания и мы наверное вот тот вот сарай уберем за печкой со временем будет или к новой бани сделаем компактный очень небольшой вот такой вот коробочку очень круто спасибо расскажи где мы находимся мы находимся в кафе ход биф челябинск очень люблю это место ходить есть причина родственная да да ну прям реально вкусно то есть это место но если не ошибаюсь 6 место заняло в прошлом году был какой-то конкурс среди рестораторов и вот я считаю заслуженно потому что вот ребята которые как и ведут они прям стараются и их прям хорошо знаю реально вкусный ну попробовал же уже какое это имеет отношение к нашему с тобой разговору право посылой ваши технологии ну окно из отношений это то что здесь сушат мясо из мраморной говядины делают мясную пастилу это когда фарш сушит а второй вариант просто кусочками это называется джокер дай пожалуйста вот ты мне предлагал попробовать сушат мясо да вот вот это вот конкретно это вот как раз мясная пастила или чипсы то есть это фарш бараний на килограмм я это 15 грамм морской соли просто смесь перцев 5 грамм и вот такая штука получилась толстовато но это эксперимент барана я до этого никогда не сушил вот вчера как раз это впервые по барану а ребята здесь сушат что они сушат мраморную говядину больше частью тоже в виде в том числе и таком да это называется чипсы а есть второй вариант джорки это когда просто кусочками нарезали это также обваливают в специях и сушат сушка занимает где-то 80 часов вот это моя сушка от которой я делаю то есть на ваших сушка до которые вы производите вот или нагреватель его 300 каждая полка 90 ватт и вот она постоянно круглые сутки практически работает потому что часов вот это 20 это дарила потому что толстая пусть реально целыми раненькие 10 у них тонкий до 10-12 это же очень дорого получается нет это копейки то есть даже вот это вот что 20 часов это вот даже при действующих карифах 3 рубля я считал это дом потому что делал то есть это получилось килограмм 540 это нисколько 5 рублей 40 копеек чтобы высушить килограмм мяса если б я это на нарезал тоньше она бы лучше вошло там это сделать я килограмм мяса входит в одну сушку да да это вот при такой толщине владешь прямо на металл не нерве не туда сперва да на нагреватель мы укладываем антиагрузионную бумагу бумага для запекания но специально она с пупырышками такая есть пупырышками мы разные отработали вот ее накладываешь это может быть тефлоновый коврик он тоже хорошо силиконовый толстоват и на него это все выкладываешь сверху может солить может это обволок сделать и потом выкладываешь это прям хорошо ну мясо это одно из вариантов также можно рыбу овощи фрукты то есть ну вообще самые лучшие фрукты мы же обсуждали это мясо вариант промышленной сушилки мы сделали прототип попробовали не понравилось сейчас будем ее чуть переделывать это как раз вот тот способ который мы используем из фанеры и лазер то есть идея какая раньше мы прям на нагреватель укладывали продукт это неудобно когда у вас промышленный способ сейчас будет полка мы с ними определились уже какие варианты есть может еще в пути и идея какая я наложил на нее на столе продукты потом просто и в нее уже устанавливаю достаю следующую полку и пошел и соответственно вот эта штука модулями может одна на другую становиться их будет много и это будет все в металле да в дальнейшем однозначно в металле возможно в нержавейке потому что пищевые вещи они их лучше делать так а вот это вот как раз бытовая сушилка она вот в таком исполнении вот полуфабрикат вот запчасти от нее сейчас какое-то количество их изготавливают и потом на продажу насмотревшись на канальные вот нагреватели нагреватели которые способны входящий воздух нагреть они греют воздушный поток у меня вопрос а внешняя сторона греется до внешняя сторона греет же как внутренне ну чем дальше от нагреватель нагреватель лежат в щелях и соответственно алюминий растаскивает то здесь нет этой системы 5 на 95 нет не меня и теперь мы в результате можем говорить о новой системе вентиляции и отопление ну по крайней мере по крайней мере нагретой вентиляции внутри дома то есть как дополнительной системой отопления и единственной системы вентиляции мы можем говорить и я это хочу назвать также как у меня все называется живой дом и живая баня третье дыхание войну на боярин да не дай бог не дай бог так вот представь себе что вот это дом так то есть это замкнутая коробка замкнутое пространство нет и огражден ну вообще-то замкнутая ну встреча ружер мог ограждающий конструкт ограждающий конструкция да но замкнутый тепловой контур хорошо уже все так вот мы в него вот сейчас обычная система вентиляции работает следующим образом дырка грубо говоря в потолке которая высасывает не в потолке как правило в верхней части в промышленных потолке и она высасывает воздух который самый теплый самый нагретый и он уходит в космос грубо говоря ну то есть в атмосферу правильно а входящий воздух подают туда же только с другой стороны здания да но есть нюанс вот чтобы вот это все с этим как-то бороться есть такая штука как рекуператор и люди любят называть этими штуками бризеры да это та вещь которая горячую часть воздуха который забирает забирает дающему отдает я хочу вот рекуператор совместить с системой живая баня или системой живой дом и сделай таким образом чтобы систему живой дом можно было поставить даже в квартиру в чем прелесть системы живой дом в чем разница между тем рекуператором про который ты говоришь у нас система подает нагретый воздух под потолок где он необходим а забирает самый отработанный самый холодный с уровня пола хорошо соответственно нам необходимо сделать канальный нагреватель который будет подавать теплый воздух вверх на уровень потолка или на уровне того места где смогли мы смонтировать его монтировать например форточку не форточка неудобно но в крайнем случае то есть что нужно вот у нас есть огруждающая конструкция мы заводим вот эту всю часть внутрь дома во внутреннюю стену прячем там мы можем любую это в случае если ты строишь по уже под эту конфигурацию без а если у тебя уже построена ростон коробка в стене бетонная коробка я могу сделать фальш стену я загнал эту штуку хорошо помещение положим у меня есть отверстие на высоте грубо метр от земли предположим дальше я ставлю эту вещь и она имеет определенную протяженность ну то есть вот этот полметра этот покороче и дальше у нас воздух начинает попадать вот через канал попадает вот этот вот ячеистую структуру дальше он проходит через все эти трубки и там отбирает тепло поверхности нагревается воздух и так как у нас возникает разрежение он сам себя подталкивает вверх и выклевывает вентилятор до возле потолка вентиляторы мы можем оставить но идея какая если есть необходимость его можно включить нет необходимости пусть естественным способом заходит чем хорошо естественным он не будет шуметь нет это главное для меня это главное а как мы вытаскиваем это отдельные песни если самотоком туда верхней точки ставим он также за счет конвекции уйдет либо можем принудительно вытаскивать но насколько я помню наоборот ты любил воздух засовывать под пол нет нет никогда ни разу в жизни я не засовывал воздух под пол нагретый как раз наоборот я за то чтобы горячий воздух самотеком поднимался под потолок а с пола весь холодный остывший воздух либо с уровня пола либо из под пола если это касается бани с проливным полом или мойки с проблем с проливным полом тогда холодный отработанный воздух я забираю и отправляю его на улицу либо в переработку дальнейшую в следующую комнату там разные варианты но в итоге все равно уйдет на улицу так вот если у нас есть в доме печь который высасывает воздух я заставлю эту печь пить воздух из-под пола либо с уровня пол что она в принципе так и делает уровень зольника он с уровня пола забирает и получается что холодный отработанный воздух уходит в печь и уходит на улицу а вот входящим воздухом никто не занимается из печников то есть печники никогда не заботятся о том чтобы входящий воздух заходил и можно было подышать а потом он ушел в печь все занимаются только одним либо просто растопка печи и чтобы она горела нужно открыть дверь и запустить холодный приток холодного воздуха либо проводят трубу прямо к зольнику чтобы он пил воздух с улицы и печка в результате не гасится она продолжает пить воздух но о том что в это время еще и жильцы должны тоже чем-то дышать об этом никто не забыть то есть а я хочу решить вопрос подачи воздуха в здании причем если эта печь решает этот вопрос тогда за счет печи можно и нагреть этот воздух на трубе можно поставить такой же канальный нагреватель грубо говоря и все и все вопросы решены а если человек живет без печи если у него центральное отопление если у него газовое отопление или еще какое-то другое куда не вмонтировать вот ту систему дровяную до предположим то тогда вот этот канальный нагреватель имеет возможность заменить печь да и моя задача сейчас с тобой договориться о следующем чтобы вот этот нагревательный канал шел вверх а холодный воздух отработанный с пола каким-то образом уходил на улицу и вот тогда вырисовывается две схемы взаимодействия первая схема это мы в ту же в то же отверстие только по внешнему контуру выдаем холодный воздух но тогда мы туда ставим отдельный вентилятор либо заталкивающий либо высасывающий ну либо нагнетатель либо высадить высасывающий правильно либо второй вариант у нас всасывается воздух по одному отверстию и идет нагревается заходит в дом и и это внутренний поток воздуха а он проходит через больший диаметр трубы по которой снизу забирается холодный воздух нагревается об него же но уже в меньшей степени за счет этого создается тоже поток и выдается на улицу и ты их пытаешься сейчас объединить электрическое устройство и рекуператор да я хочу сделать так чтобы в нем не было вентиляции вентиляторов максимально хочу избавиться от вентиляционных вот этих вот всех механических нагнетателей или высасывать или и уйти от механики чтобы эту вещь просто поставил и забыл чтобы никакого обслуживания никогда не потребовалось ну только я не знаю от пыли может быть про не про в любом случае пыль грязь тут еще фильтр ну да фильтр ставится и все и фильтр меняешь ну как варианта давай попробуем то есть в принципе задача понятная ее попробую резать ну то есть бризер это так подогрев воздуха мы уже сделали бризер есть до разных вариантов но теперь надо еще подумай духа сделать чтобы они объединились и работали в одном в одной системе и тогда мы сделаем живой дом при любом раскладе в любом доме в любом доме где можно сделать одно или два отверстия в стене в данном случае по моему раскладу получается два отверстия в стене одно всасывающие чуть пониже нагревающиеся отдающие теплый воздух наверх а второе высасывающие уходит самого низу но вверху отдает этот воздух уже на улицу будем решать поэтому и так это так вот как бы как мы говорили с тобой как сделать из танка вертолет доработать на на или ничко ну вот будем пробовать но это не просто я горит работаю на заводе детских колясок пытался из запчастей из которых собирают детские коляски по одной детали принес домой как не собирает все равно получается автомат калашников никак детскую колеску собрать не смог при природу она молитва ну что по рукам начинаем работать рот фронт да прибудет с вами баня точно вот и 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 вот